Не знаю, мне как-то... Я не хочу выглядеть ретроградом, да, я не хочу выглядеть брюзгой. Тем более, что вот если так посмотреть, я до сих пор слушаю тяжелую музыку, там, наряду с джазом и так далее. В общем, такие направления, для которых, кажется, в таком возрасте он там до сих пор деф-метал или black-метал слушает. То есть, не знаю, я как-то... Мне трудно судить, вот честно. Я не сказал, что для меня, допустим, очень большое место в моей жизни занимал хоккей, да. То есть, я учился в школе Рижского Динамо, 55 специализирован. То есть, мне кажется, может, я не прав, но в наше время было больше детей в спорте. Было за счет чего? Государство заботилось о том, чтобы работали секции, работали какие-то интернаты. Это очень немаловажно. Сейчас, к сожалению, когда все перешло на платные рельсы, к сожалению, мало в этом хорошего. То есть, когда в команды национальные, в национальные команды, то есть сборные дети попадают в футбольные, в хоккейные попадают за деньги, потому что его отец может занести тренеру, тренер соглашается, не может отказаться от этой суммы. Это катастрофа, на самом деле. То есть, это развращает детей, да, развращает вот это подрастающее поколение. Я ни в коем случае не считаю это поколение поколением селфи, да. Многое зависит от воспитания, все практически. Многое, что-то зависит от ребенка, да. Вот взять тот же интернет. Кто-то этим интернетом пользуется именно вот только исключительно во благо. Ну, позволять себе какие-то шалости, да. Кто-то садится и с утра до вечера рубится там в Хитмана или какие-то другие стрелялки, да, там, шутеры, или играет в FIFA, там, 2015, или в НХЛ, и тогда в NHL. То есть, нельзя сказать, что вот это, есть же понятие, потерянное поколение, да. То есть, даже в литературе есть, ему нашлось место. Но я бы не считал, что вот это поколение, которое подрастает, оно потеряно. Нет. Просто, да, была яма, в которую попали. То есть, может, стало меньше мечтателей, на мой взгляд. Сейчас как-то материальные ценности, они превалируют, да. Ну, почему мечтатели остались там, мечтают только о другом. Допустим, мы мечтали там не о яхтах, да, или виллах там в Калифорнии, там, или где-то, или на Лазурном берегу. Но это тоже неплохо, да. Другой вопрос, как он к этому придет. То есть, кем он станет, на самом деле. Не просто владельцем яхты, там, а каким-то ученым, который там эту яхту заработал. Ну, как-то так. Поэтому мне очень сложно. Мне очень сложно говорить, да. Ну, я могу сказать одно. Дети стали жестче. То есть, и в моем поколении хватало моральных уродов, скажем так. Ну, помню, кто там с животными, допустим, издевался. Моральные уроды. Вот. Но сейчас дети стали расчетливее. Они стали как-то пожестче, мне так кажется. Просто я общаюсь, да, и... Но от воспитания зависит, ну, все. Если ты ребенка держишь, если ты ребенка стараешься держать в рамках, если ты стараешься ему привить принципы какие-то, даже через, не могу, то все будет в порядке. Если ты его отпустил... В наше время отпускать точно нельзя. Ни в коем случае. То тогда и результат будет плачевный. Поэтому... Ну, еще раз повторяю, я не считаю это поколение поколением селфи. Ни в коем случае. Везде, в любом поколении есть и хорошее, и плохое. Где-то больше, где-то меньше. Ну, а как, на самом деле, мы увидим через время, когда они подрастут? Продолжение следует... Продолжение следует...